Все происходит, что мы один раз в месяц решили собираться здесь. Ну это до начала мы так начнем. И один раз в месяц это можно делать в городе, комбинировать такие встречи. И идея, конечно же, встречи, наших встреч, это по-настоящему почувствовать семейные отношения. Вот наши, мы часто говорим, что мы братья духовные, мы сестры духовные, то есть у нас гуру один, у нас матушка есть, удивительно. И вот хотелось бы, чтобы мы все вместе медитировали на то, чтобы мы прям почувствовали эту семейную пхау, чтобы она не оставалась только у нас на языке, просто что мы братья и сестры. Ну что это такое в деле, просто как это проявить. И иногда у меня спрашивают в других городах, предные, Вашнава, там старшие предные, Махараджи, меня спрашивают. То есть это в чем как бы секрет того, что сейчас такое все гремит, так все по России, по крайней мере, на Украине сейчас там гремит 5-7, 5-7, что это, дом семьи, дом семьи, что такое дом семьи. И иногда удивляюсь, что 5-7, это панчатапа оказывается. Во, мы даже что-то не подумали, думали, это просто как-то так, с воздуха взятые какие-то фразы. Ну и объясняю, что это сами проект, просто мы сейчас его так не оглашаем, что это дом семьи, панчатапа. Ну и с этим более-менее как-то понятно, что такое дом семьи, то есть что такое семья, в чем секрет, почему так вот все происходит у нас. И мы пытаемся здесь развивать отношения по-настоящему братьев и сестер. То есть мы эту пхаву, как бы с материального вот этого ресурса, где мы обуславливаемся, да, братьями и сестрами, мы от этой пхавы решим не отказываться, а мы хотим в служении занять просто, эту пхаву. Потому что нам нужно искусственно отказаться, что мы, ну это мы кармические братья и сестры, и уже там нет такой ответственности друг перед другом, да, ну все, мы такие, просто это тела наши, да. Но без этих отношений мы бы не могли, по крайней мере здесь, проявить вот это, именно вот это настроение братьев и сестер, что можно было бы искусственно это делать, чтобы мы духовные братья и сестры, и что за этим стоит, ну непонятно, что за этим стоит. Мы просто вот братья и сестры. И деятельность, которая здесь происходит, она очень быстро очищает сердца, и приходит это понимание. Вот, кто такие духовные братья и сестры. И последний приезд Гуру Махараджа, это вот непосредственно, это для нас было очень символично, что он первый раз здесь ночевал, первый раз там вообще не нам такое глубокое. Первый раз он Бхагава, Шриман Бхагава там здесь дал, первый раз. Очень символичный стих попался, мы не подбирали его, он прям как шел, как у нас здесь. В храмовом стандарте идет, стихи по очереди. И прям выпал стих про, это знаменитый стих, где коровая мать обращается к духу, она говорит, когда ты и ты стояла на четырех ногах, твердо. На этот стих выпадает. Шриман Бхагава, Шриман Бхагава, Шриман Бхагава был, как бы, в таком настроении, как бы, не то, что он познает корову, а вот он прям реализованно теперь, он как-то чувствует, как на странах запада коровы, проявляет свою вот эту Бхагаву трансцендентную. Даже наши простые, скажем так, ну, невриндаунские коровы, да, проявляют эту Бхагаву. Вриндаунскую Бхагаву причем. И матушка, когда подоила коров, я не знаю, многие ли это видели в реалии. И, не знаю, мое сердце так переполнилось каким-то чувством непонятным, доселе мне непонятным, просто я разные чувства испытывал в духовной жизни. Но вот это чувство, оно мне было непонятно, какое-то оно запредельное было. И я, как бы, медитировал на духовного учителя, там, в это время он рядом стоял, смотрел, и это просто, знаете, в духовном мире, как будто вот реально мы находились в духовном мире. И я, как бы, задал вопросы, что это за такое чувство, как бы понять, к чему здесь относиться, то есть какое настроение должно быть. И удивительно было то, что этот ответ, этот ответ сердца, он как, он был коротким очень, и очень емким. То есть, посмотри, как пастушка дует корову, пастушка Вриндавана, вот она, вот она сидит, чистая, вся чистая, нематериальная. Вот чистая пастушка Вриндавана дует просто корову. То есть, очень просто все, никаких сложных, просто в сердце, вот просто ты почувствуешь, что настоящая пастушка дует корову просто Вриндавана. Я понял, что это от Гуру Махараджи просто раз, вот этот ответ пришел, потому что самому до такого догадаться и войти в эту Бхаву, это нереально просто. И как бы с первого взгляда так смотришь, ну просто и просто, потому что мы здесь часто видим, как нашей матушке дует коров здесь, и вроде бы привычное дело, ну да, там есть определенные отношения, настроения определенные, интересные. И тут раз вроде бы то же самое, как будто бы та же самая дойка, просто, ну, чувства невероятные такие были. И потом, когда матушка уже все это закончила, просто, там, прям там же это молоко Гуру Махараджу дали тут же, спробовал, Гуру Махараджу кормит в это время корову, когда она дует. И потом матушка говорит, я невероятное чувство в сердце ощутила, когда доила корову. И когда она закончила, тоже почувствовала, что что-то неземное, какое-то преобразование в сердце произошло. И когда она открыла это сердце, она так сказала, что она почувствовала в этот момент, то в этот момент я окончательно утвердился в словах Прагхупада, то, что Прагхупада говорит, что, когда ему ученики задали вопрос, а как это, ну вот, есть коровы, там, риндаванские коровы, там, понятно, кто это такие. А вот на западе, это же, ну, это же грешные джилы, которые воплотились просто вот в коровах, вот сейчас надо вот как-то карму, там, там, вот. Гуру Махараджу и Шрива Прагхупада сказал, вообще никакой разницы нету, все преданы начинают слушать коровы, нету разницы, в риндаванские коровы просто. И когда матушка вот это открыло сердце свое, что она вот это почувствовала в сердце свое, вот эту хорошую трансформацию такую, и в этот момент окончательно утвердился, что нету разницы между коровами, в риндаванной и просто коровами какими-то. Потому что это настроение создает преданность, которая служит этой корове. Это только вопрос в этом и все. И когда Маша написала письмо нам, ну, наша сестра тоже, Мария, потому что она сейчас на гору Криппе там служит, она написала нам письмо в рассылку, как она пообщалась с коровами, там, на ферме, просто обыкновенная ферма, обыкновенный коровник. Она просто гуляла с мамой, решила зайти, посмотреть на коров, там, встретила хозяина этой фермы, как-то познакомилась, пообщалась, попросила у него разрешения погладить коров. Она подошла, подошла к корове, которая лежала, жила, вот что лежала, начал ее гладить. Любой вот с этой пхавой, здесь, которую она в себе развила, эту пхаву, там она ее проявила, когда начала гладить ее. И потом, когда корова встала, под ней была просто, знаете, лужа молока, и она продолжала сочиться, и корова плакала просто, стояла в это время. То есть, продолжая молоко прям бежать, и плачет корова, и это говорит о том, что нам доступен уровень духовный рядом с коровами. То есть, они пробуждают нас, эту любовь к Богу, они пробуждают нас, ее сами, коровы. И предного настроения меняется, и когда он начинает к корове относиться определенным образом, сердце, во-первых, очень быстро чистится, и коровы это чувствуют. Они дают огромную защиту потом. То есть, вот эта самскара, которая остается в отношениях с коровами, она очень сильная. И мы, вот, не знаю, там Алабак, там он постоянно был с Гуру Махараджем, и наверняка обратил внимание, да, что процентов 80, наверное, разговоров было о коровах и о ферме просто. Постоянно корову-ферму, ферму-корову, навоз, нача, корову-ферму, молоко, сметана, навоз, корову, все, вот так, вот так, просто, вот о чем бы ее все, вот это, ключи общаются, и в это время начинаешь понимать, что такое сознание Кришны. Это вот сравнимо, вот знаете, с Го-катхой, ну, корова-катхавы, такое, прямо, вот такое сознание Кришны должно быть. То есть, постоянно о Кришне, как о коровах, вот так о Кришне надо просто, везде, везде, везде. Там, вплоть до того, дошло, я просто был, конечно, удивлен, приятно, и насторожен одновременно, когда Гуру Махарадж сказал, что, он так серьезно, причем сказал, так, как-то так глубоко, так, что, наверное, я буду все-таки, ну, пастухом, да, он сказал, я буду пасти коров, в общем, все. Пусть вот в армитезе проповедуют, а я буду пасти коров, в общем, все. И он рассказал это чувство свое, которое он в детстве переживал, да, что у него самое доброе чувство в детстве осталось от того, что он, когда жил в деревне, где-то маленький, когда, у них больше всего общения было с пастухом, который пас коров, просто. Это самое теплое чувство будет, вообще, доброты, вот этот человек приходил, этот с коровника, ну, где он пас коров всегда, стадо выводил, он вечером приводил, и все дети бежали, к ним общались, он там, не отдавал себе эту эту любовь теплую. То есть, по милости Прохупада, нам открывается грань, драгоценная грань, на самом деле. Желание Прохупада воплотить в Арнашу Мадхарму, здесь, ну, на планете на этой, она будет открываться вот через эту грань, через коров. Без коров невозможно просто развить в Арнашу Мадхарму. То есть, в Арнашу Мадхарму, это не земля, это не посевы, это не поселение, это не общины такие вот, это не в Арнашу Мадхарму. Курма Хараж сказал, что такое в Арнашу Мадхарму. Он задал вопрос нам, как, то есть, что такое широкомасштабная проповедь, что это такое. И мы начали, ну, как бы, предлагать варианты разные, он слушал, слушал, потом сказал, это когда люди заняты своей природой, по своей природе не заняты. Я говорю, Арнаш Мадхарма. Говорю, да, Арнаш Мадхарма. Люди заняты своей природой просто, по своей природе. И эту природу свою распознать просто ну, с одной стороны, не так-то просто, с другой стороны, очень просто. Нужно хорошее общение. Больше ничего не нужно. Доброжелательное, теплое, семейное отношение, общение должно быть. И тогда наша природа, она естественным образом проявляется. Наша естественная природа на данный момент, здесь в доме семьи опять истинный, то есть мы его не считаем, что это какой-то наш дом семьи. Нет, у нас была просто идея построить дом. Желание Гуру. У него желание было построить дом семьи. Значит, для нас это понятно, что значит это он отец, матушка это мама, мы его дети, семья. Будем это делать и в конце концов мы так планируем, что когда-то все равно все сюда будут приезжать как домой к себе. Не как в гости просто. Потому что это дом Гуру на самом деле. Это Гуру Ашам. Многие говорят, когда будет Гуру Ашам? Вот он Гуру Ашам. То есть Гуру Ашам это не Ашам, где живет Гуру. Гуру Ашам это где живут наставлениями духовного учителя, его настроением. То есть это Бхава. В принципе здесь так все живут. Приезжают, они это чувствуют, что здесь настроение Гуру Махараджи. И матушка мне так же сказала, что она говорит, что здесь очень сильно настроение Читания Чандры проявлено. Очень сильно. Она говорит, ну что, как у вас здесь? Я говорю, матушка, это не у нас, это у вас здесь. То есть что это значит у нас? Это не у нас, это у вас. То есть и мы просто пытаемся это настроение Гуру Махараджи культивировать. Насколько это возможно. И очень легко проявить эту природу, нашу природу, тогда, когда мы соприкасаемся с чем-то чистым. Легко это почувствовать. И сейчас для нас самое чистое, наконец-то, это коровы пришли просто. Это начало только Варнашамадхармы. Они очистят нас. Они занимают нас служением, общение отдают нам. Нам кажется, что мы заботимся о них, мы им общение отдаем. Но это иллюзия полная. Непонятно, кто еще о ком заботится просто. То есть они так взялись за нас строго очень, но с любовью. То есть у нас такая динамика прям здесь хорошая. Все знают свои обязанности. Все заняты, праздности нет абсолютно никакой. И нету усталости тамогунной. Знаете, есть усталость тамогунной, а ты устал и несчастлив. В тамосе, значит, усталость. Усталость в Бхагасе, это когда на сердце просто удовлетворение полное. И усталость есть такая. Это значит, Кришна доволен. Было бы хорошо бы, если бы мы все вместе, как вот ученики, мы были в гараже, как семья. Пытались культивировать вот это настроение, но сестер и братьев как в материальном мире. Это очень сильно помогает в отношениях. То есть этому тренироваться даже не нужно. У нас уже есть это настроение в материальном мире. Брат, сестра. Теперь туда приносим духовную атмосферу в эти отношения. И тогда отношения становятся очень близкими. Очень теплыми, настоящими прям. Охота заботиться о каждом. Кришна в сердце дает вот это чутье. Кто в чем нуждается. То есть старший, а младший заботятся. Младший вовлекает старший в служение, просит что-то. Мы уже не просим, да, у старших здесь ничего уже так. Если трудности какие-то. Вот такие рашюта в жизни, например. С долгами рассчитаться, например. Но мы же не идем к старшему, почему? Потому что нет отношений. Но если бы мы были в семейной жизни, например, материальной. И у кого-то у младшего проблемы были. Это же естественно подойти к старшему и сказать, помоги мне, реши их проблемы. Да, и нам вот эти моменты нужно будет рано или поздно. Но все равно в себе их как бы вскрыть, в хорошем смысле слова вскрыть. Так, чтобы ведь отношения, ну, семейные отношения нашей семьи духовной стали настоящими. То есть практичными и видимыми для других. Потому что порой бывает вроде бы брат с сестрой, но когда там коса на камень идет, такая глупость просто, вот просто с виду. Наблюдаешь и думаешь, как это брат с сестрой вот так могут вести себя. Это в этот момент мы просто забываем, что мы братья и сестры. Ну да нет, мы просто преданные какие-то. И вот эта культура семьи, она сейчас находится под особым, скажем так, прицелом социальной системы. Да. Потому что через семью сейчас, через сам принцип или культуру семьи, сознание Кришны будет входить просто и, ну знаете, раскалывать социальную систему вот эту там агонную. То есть есть тенденции такие хорошие, мы наблюдаем немножко за развитием, что происходит. Потому что постоянно находимся в этом настроении. Проповедь, 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 постоянно. Вот об этом думают все здесь, думают, думают. И это настроение панчататвы, потому что они не спокойные божества. Это не божества, которым можно просто поклоняться и все, просто поклоняешься и все. Они не дадут спокойной жизни. Они проповедники, дух такой просто. Они что только не придумывают. Никаких просто правил каких-то точных, как надо проповедить. Просто откуда-то с неба валятся какие-то идеи прямо от них. Просто воплощайте их по силам. И вот эта тенденция семейной культуры, культуры семьи в социальную систему, как она будет ходить. Эта тенденция сейчас проявилась таким образом, что сейчас уже с аппарата, то есть правительство страны, люди обращаются к нам как к практическому вдохновляющему фактору помочь, помочь просто восстановить культуру семьи. То есть это люди, которые находятся в аппарате, скажем, страны, у них ответственность за культуру и религию. Они глядят за тем, чтобы у нас в стране не было волнений никаких и развитие какое-то шло. И видно, что они в тупике. То есть развития никакого, потому что нету семьи. Разрушатся, мы это видим, да, развитие семейных отношений у них нету просто. И они в тупике, они очень сильно жаждут помощи какой-то. Кто-то должен помочь им. И так как они всевидящие, да, у нас аппарат такой всевидящий, они же следят кто где вообще, как развивается. И вот они все увидели, чем занимается Дом семьи Пятисиной. Что это за такая новая организация какая-то странная. Они поизучали, видать, как-то и раз, и человек проявился, сказал, мы хотим сотрудничать, мы можем вам помочь вашу идею Дома семьи официально воплотить ее в жизнь. На уровне государства. Мы официально попробуем сделать так, чтобы ваша культура развитых взаимоотношений семейных, она официально прям по документам, по всем пунктам, по законам, вошла плавно просто в социальную систему, в мир и подняла уровень, как бы, ну, семейных отношений в мире. Ну, в стране, по крайней мере, с этого отношения. То есть, и для этого они спрашивают у нас, они могли бы вы еще что-то рассказать про вас, потому что то, что, ну, они там узнали о нас, скорее всего, это не все. Да, что у вас еще здесь такое есть, что может, ну, помочь им в этом, в принципе, развитию. То есть, они всячески хотят помогать им, то есть, оставлять это все. Вплоть до того, что в государственной, ну, скажем так, казне брать средства, специально для этого выделяться будут средства для развития вот этой культуры семьи. И сейчас на нас, ну, лежит такая ответственность очень серьезная, потому что мы представляем из кончего Прагупаду. И нам очень важно быть, ну, настороже, чтобы это все преподнеслось так, как оно есть, чтобы мы не пытались это искусственно преподносить. Потому что искусственные вещи, они не вдохновляют никого. Их сразу можно раскусить. Да, люди, они очень сейчас чувствительные к искусственности всякой. Да, и наша задача просто сейчас всех эту культуру семьи самим развить просто здесь, ею жить этой культурой. Вот он.